всем привет с вами полиморфик давайте сегодня с вами попробуем пробежаться по последним новостям и так на лайве сейчас у нас патч 324.1 он вышел в пятницу на прошлой неделе и принес некоторые исправления но также и кое-что сломал сейчас есть очень много жалоб что нельзя попасть в собственный ангар кнопка в лифте появляется но при нажатии на нее ничего не происходит а если вызвать свой корабль в вестибюле то на экране терминала появляется красная ошибка в которой написано что корабль в данный момент вызвать невозможно и этот баг в данный момент обойти пока нельзя если появилась эта ошибка то уже ничего не поможет ни смена сервера не перезаход в игру также в данный момент до сих пор есть проблемы с новыми грузовыми миссиями если вы нормально прокачали репутацию не вздумайте ни в коем случае нажимать на кнопку отказ на какой-нибудь из миссий так как вся ваша репутация сразу идет в минус после чего вам перестанут вообще давать грузовые миссии и для того чтобы хоть как-то начать прокачку нужно будет чтобы например ваш друг у которого нормально прокачана репутация начал делиться с вами грузовыми миссиями другого варианта чтобы у вас появились эти миссии пока нет так что ни в коем случае не нажимаете отказ если что-то случилось просто оставьте эту миссию в покое так как если сейчас у вас есть активная миссия и вы выходите из игры это никак не отражается на вашей репутации этот патч 324.1 в основном был ориентирован на добавление в игру арга атласа нового грузового экзо костюма но это привело к волне негодования от игроков так как циги начали продавать этот костюм по цене за варбонд в 35 долларов варбонд это то что можно купить только за реальные деньги и обычная цена атласа будет 40 долларов а также этот костюм можно приобрести только в виде стендалон то есть целиком и в него нету апгрейдов также этот костюм пока нельзя приобрести внутри игры за внутриигровую валюту и это можно будет сделать только через один патч и скорее всего во внутриигровых магазинах он появится теперь только в патче 4.0 короче все рассчитывали где-то на цену 20 25 долларов так как это не корабль а просто инструмент для перетаскивания ящиков и никак не ожидали увидеть цену 40 долларов однако стало очевидно почему циги в последнее время выпускают всякие маленькие машинки или мопеды хоть циги говорят что они против серого рынка и с ним борются однако по аналитике своих продаж они понимают что серый рынок как раз и делает их основную выручку и они знают что серому рынку постоянно требуются дешевые lti-болванки на основе которых собираются все корабли и как только появляются такие дешевые машинки с lti страховкой торгаши их начинает скупать в огромных количествах делая цигом огромную финансовую прибыль и сейчас по графику прибыли циг который расположен у них на сайте мы видим что атлас за день своей продажи принес цигом полмиллиона долларов и плюс еще на такую маленькую технику не требуется огромное количество часов работы так что 40 долларов этого атласа цена не для обычных людей а для серого рынка ну а что поделать зарплату разработчикам нужно платить и год обслуживания игры и серваков обходится цигом очень дорого поэтому у них отдел маркетинга работает на полную мощь думаю как бы как можно легче и проще заработать миллион другой поэтому и начинают продавать всякие f8 lightning hornet и марк 2 и тому подобное что как бы уже давно есть в игре и что можно продать без каких-либо особых затрат на производство также в этом патче на лайве 324.1 атласу были улучшены анимации и повысили скорость передвижения а скорость броска ящика была уменьшена на 33 процента а при использовании тракторного луча теперь нет урона от столкновения также поэтому атласу циги выпустили вопросы и ответы и вот на мой взгляд самый интересный из них сейчас как мы знаем на атласе нет никаких фонарей и подсвечивать дорогу можно только фонариком на своем шлеме однако в конечном итоге фары на атласе все-таки будут и циги их добавят в будущем обновлении также с будущим добавлением в игру сети ресурсов в атлас будет добавлена батарея которую нужно будет заряжать или менять также придется заряжать например другой наземный транспорт а также и другие ручные трактор бимы в данный момент атлас не может прыгать но разработчики предполагают что это может измениться в будущем но также они упомянули что прыжки будут поддерживать будущие силовые костюмы у которых будут роли боевые или исследовательские а это означает что в скором времени мы увидим множество таких костюмов как атлас и они будут связаны скорее всего с профессиями которые есть в игре и в этом списке может быть и сальваж и майнинг и все что угодно что появится в будущем также в настоящее время атласу не наносится урон от падения что также должно измениться в будущем также наверняка когда атлас будет продаваться за внутриигровую валюту тогда же скорее всего циги изменят все тяговые лучи раньше они сделать это не могут так как это будет считаться pay to win потому что сейчас его можно купить только за реальные деньги а в игре нельзя кстати скорее всего он будет стоить очень дешево так что нет смысла его покупать за реальные деньги и в дальнейшем после балансировки всех тяговых лучей обычный одноручный мультитул сможет поднять только 8 сцу двуручный трактор бим сможет поднять только 16 сцу а 32 сцу сможет поднять столько атлас так что в игре атлас нужно будет покупать по-любому как мы знаем на атласе используется другой новый тип текового луча коробки к нему притягиваются и ставятся автоматически без вращения колютика как на других трактор бимах и разработчики сказали что в будущем патче они хотят дать корабель трактор бимом такую же новую функциональность как на атласе но также оставят и старую то есть при использовании корабельного трактор бима можно будет выбирать каким способом он будет притягивать коробки прежним или новым в будущем также нас ждут обновления наших личных ангаров пятницу на прошлой неделе был star citizen life в котором объяснили почему так долго делали патч 324 кратце в движке есть несколько старых систем которые проблематично вносить какие-либо изменения и в итоге при создании этих инстансных ангаров было принято решение не переписывать эти системы и сделать только небольшие изменения для того чтобы выпустить патч быстрее но это было их большой ошибкой и теперь в итоге разработчики планируют переписать эти все системы и сделать их лучше также в будущем разработчики планируют добавить для ангаров модули для того чтобы игроки могли расширять их и добавлять новые функции. Модули будут разные и разных размеров. Список модулей все еще определяется. Также после того, как модули будут добавлены, в ангаре можно будет все менять местами. Например, модуль грузового лифта переместить туда, куда вам удобно. Короче, все можно будет переместить туда, куда вы захотите. И так, как вы захотите. Раньше во всех ангарах лежали различные вещи, связанные с этими ангарами, которые украшали ангар и придавали им большее погружение. Но игроки попросили разработчиков убрать из личных ангаров всякие ненужные эти предметы, которые только мешаются и вместо них можно поставить лучше какой-то транспорт. Но разработчики смогли убрать эти предметы не только из личных ангаров, но также эти все предметы удалились изо всех ангаров. Потому что эти ангары как бы представляют из себя одно и то же. В скором времени эти ангары будут разделены. И соответственно, личные ангары будут пустые, безо всякого ненужного хлама. А в свою очередь, общественные ангары будут со всеми этими декоративными предметами. Также в будущем циги хотят хорошенько подумать над меню инвентаря и внести в него различные изменения. А про возврат утерянных предметов из нашего инвентаря на сайте, скорее всего, они нам расскажут на предстоящем Ситизенконе. А этот ролик создан при поддержке города Венден. Присоединяйся к сообществу города и наслаждайтесь игрой в компании хороших друзей. Ваши мысли по темам этого ролика, как всегда, оставляйте в комментариях под видео. Не забывайте ставить лайки для помощи в продвижении канала. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик для того, чтобы не пропустить следующие выпуски. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, я там выкладываю свежую информацию. Ссылка на него есть в описании под видео. Счастливых полетов вам и до скорых встреч, друзья!